Сыне Божьим, сущий в силе и истине. Сила есть Божья воля, Дух Святой. Его зримый образ — голубь. Зримой формой истины есть самолучащийся крест. И то и другое видели наяву на Сыне Божьем, ибо в этом и состояла Его суть. И дано было имя новое — Виссарион, что означает «дающий жизнь». Так внемлите слово Виссариона, являющего последний завет от пославшего Его Отца Небесного. Сыне Божьим, сущий в силе истине. Ныне приходит время, когда дается возможность Великим Отцом обратиться к великому большинству из вас. Ныне приходит время, в кое обещано было много ранее для каждого из вас. И ныне предстоит разрешить судьбу каждого из вас по великой воле Отца, когда должно будет осознать, кто же вы на этой земле. Дети ли тьмы, бесконечно сеющие горе и кровь? Или вы же, дети, великого Творца, который дал вам возможность быть подобным Ему, быть великими Творцами любви, красоты и света, подобно великому Отцу своему? Так вот ныне и приходит время разрешить вашу судьбу. И ныне поведаю вам нечто, кое призвано определить в душах ваших благодатную почву, на кое Отец возлагает последнюю надежду во спасение рода человеческого. Это не есть учение. Это только лишь то, что призвано вскрыть вас, определить, кто вы, на чью сторону вы перейдете именно сейчас. Сумеете ли вы взяться за руку Отца Небесного, простертую к вам, каждому из вас, в последнюю надежде на великое сотворение? Так вот и постигайте то, что Отец Небесный не спосылает к вашему сердцу. Потому обращаюсь к каждому из вас и внемлите глаз у сердца своего, ибо реченное мною относится к вашей души ненужене, но ни в коем случае не к холоду рассудка, ибо за долгое время бытия своего вы уже успели познать, что все беды, кое творились и творятся на земле, все глупости и ужасы исполняются именно на основе холодного рассудка и очень скудной души. Но так и внемлите сейчас глаз у сердца своего, ибо сердце не умеет обманывать, но разум ваш он подведет, ибо он настолько юн и примитивен, он даст сейчас великую ошибку, ибо он подобен у вас надломленной соломине. Так обопритесь на глаз своего сердца. Отец ждет всего. Ну а сейчас внемлите тому, что я обращу к ушам вашим, к вашему сердцу. Всевышний дал возможность человекам развиваться в несоизмеримо больших пределах, нежели это протекает в иных мирах. Вы все более начинаете осознавать и слышать, что кто-то вокруг вас существует, и оказывается, этих миров очень много. И воистину скажу вам, этих миров действительно много, их миллионы, но они развиваются по особому пути, по которому вы никогда не пойдете. Ибо путь у вас совершенно иной. Он впервые проявился в великом мироздании. Это путь души, путь великого начала. И великая духовная ценность сделала вас уникальным творением во вселенной. Подобие вам нет нигде. Нет такого подобия. Но этой ценностью еще нужно умело пользоваться, ибо можно не только легко взойти до небывалых высот, но очень легко низвернуться в небытие, куда сейчас так успешно двинулась великая река жития человеков. Посему, ведая об исходе, которому однажды двинулась великая река жизни человеческой, обретшая великую разобщенность благодаря языческому мировоззрению, Отец Небесный стал закладывать основы воединения вашего в единый народ на земле матушки, ибо он жаждал, что однажды вы станете одной семьей. Он жаждал, чтоб в сердце своем вы наконец-то обрели единую семью, ведь вы дети одного родителя, и воистину скажу только слепец, способен делить детей одного на родителя на разное начало. Вы родные между собой, так и познайте ту великую основу, которую Отец даровал вам, ибо умея постигнуть ее, оно поможет обрест вам крылья, и воспарить над прекрасной долиной веры, но не обретя крылья, именно сейчас, когда почва закончится предстопами вашими, вы обретете только лишь одно, закон свободного падения, который вы уже постигли из древних и разных источников. Так вот, обретите крылья, которые уготавливают вам ваш великий и любящий Отец. Человек не есть какая-нибудь машина, движение которой легко изменить, и посему спасение нельзя дать человечеству в последнюю минуту пред гибелью, так как чем более многочисленное общество, которому готово на спасение, тем больше времени нужно, чтобы оно было принято, но юный разум, он не может воспринимать что-нибудь сразу и развивать единовременно, посему любой великий замысел он закладывается всегда заранее, за много-много ранее, но чтобы в ту далекую эпоху он сумел сохранить свою жизнь и достойно растекаться по поверхности земной, обязательно необходимо учитывать недостаток разума восприятия современности, того древнего юного человека. И Великий Отец, он всегда не спосылает истину, учитывая уровень восприятия этого юного чада, обликая их в те формы, которые были наиболее доступны для восприятия. И так случилось со многими прекрасными и удивительными истинами, которые Отец не спосылал к вам. Древние люди, они не могли воспринять истину своего развития, кое протекает на пяти основах, пять великих основ, не войдя в гармонии с которыми, воистину скажу, ни один из вас не двинется к вершинам совершенства. Это просто невозможно. Так вот и постигните пять великих основ, где есть земля, единый дух жизни, исходящий из него, Бог, Сын и Святой Дух, исходящий из него. То, о чем вы многое слышали, но истинно говорю, эти таинства не должно было знать роду человеческому до сего времени. Этому должно было быть. Так вот, первая основа, ставшая началом формирования людей, была земля. Она и получила наибольший расцвет в язычестве. Ибо, как и каждый ребенок, идущий с первых шагов только за матерью своей, так и человечество потянулось изначально за природой, матушкой своей. И люди сделали этот первый шаг, достойно сделали этот шаг. Они обогатворили землю, воду, огонь, дерева. Но это был первый шаг. Это был первый шаг попытки постигнуть веру. Вера уникальный закон расцвета именно души человека. Именно каждого из вас это путь, который неведом мирозданию. Как бы он велик ни был, но он не знает, что есть вера. Он не знает, что есть любовь. И это дано именно вам. Вы сделали эти первые шаги. И первые шаги были сделаны достойно. Но благодаря определенной неизбежности конечно же люди наделили объекты своих поклонений индивидуальными чертами, что конечно же повлекло к более прочному и многочисленному разделению людей между собой. Ведь каждая семья верила только своему хранителю, считая других менее значительными. Но в те далекие времена разносторонность языческих верований не имела особого значения. Важна была сама суть почитания природы земли матушки. А вот дальше Великий Отец уготавливал почву человеческую для восприятия великой истины, единой истины великой сущности Творца, единого Творца. И он уготавливал почву к принятию следующих четырех основных зерен истины. Но юный разум не мог воспринять истину единства, ибо царство силы набирая свой цвет, оно не могло создать благоприятные условия для зарождения единого народа. И четыре великие истины были неспосланы на землю так, чтобы каждая из них дала начало новому религиозному учению на земле. Они были неспосланы тем народом, где могли наиболее полно развиваться и расцветать, собирая в свою семью многочисленных разноверцев, независимо от языковой розни. много веков существуют эти веры, не подозревая, что сохраняют части единого древа. Древо, в коем заключена великая суть единого духовного пути. И сущность эту составляет великие тайны высшего мира. Тайна, которую до сего времени не должен был знать ни один человек на земле, ибо на то была воля Творца. Ведь истину либо дают всем сразу, либо не дают никому. И до тех пор, пока человек был не способен взяться за руки и идти вместе, истину нельзя было не спасать человечеству, дабы за долгое время бытия своего она не извратилась и не наслоилась многими иловыми наслоениями и не утратил свое великое свечение. Истину должно было дать однажды всем сразу, в равных условиях для всех народов земли, независимо от веры несом и сердцем вашим. Вы идете по одному пути. Не может душа ваша расцветать одних согласно индусским традициям, а других буддийским, мусульманским. Душа развивается у вас по одному пути. Этот закон должен теперь уже постичь. Так вот и постигнете его. А сейчас я немного приоткрою вам ту тайну, какую обещал раскрыть однажды. Когда было сказано, что доселе говорил вам притчами, но приходит время, когда не буду говорить притчами, но прямо возвещу вам об отце. Истину великом творце еще предстояло узнать роду человеческому. Так вот и постигайте ее. Ибо вселенная великое мироздание, оно богато двумя великими источниками. Двумя, а не одним, как тысячи лет вы все считали. Их два, и делить вместе с собой воссоединять ни в коем случае нельзя. Они различны, иначе вы унизите славу отца своего. Так вот разница между ними такова, как если бы вы взглянули на цветок, то посмотрите, у цветка есть корень, корень, который является началом великого материального бытия. А из этого корня потянулся стебель, удивительный стебель материальной вечности. И только лишь однажды на этом стебле раскрылся цветок. Удивительный цветок. Это было великое начало, рождение нового бытия, начало, которое стало источать благодать. Удивительное благодать и тепло то, чего мироздания еще не было. Этого не знал никто, но это было однажды, ибо сначала рождается грубое, потом рождается более тонкое, но никак не в обратную сторону. Такова и разница между творцом материального бытия и творцом духовного бытия, отцом вашим. Так и постигайте. Великая Вселенная в самом ее центре есть прекрасный, могучий творец материального бытия, единый, или как на Востоке его называют Абсолют. Это прекрасный творец материального бытия и источник духа жизни, истекающий из него. Тот дух, который пронизывает весь материальный мир, он пронизывает вашу плоть, двигаясь в ней по определенной системе, питая все внутренние органы вашей плоти. Это и биополе, о котором вы все более сейчас слышите, и которое имеет вокруг каждого из вас свой цвет, в зависимости от вашего состояния, но это грубая материальная жизненная сила. К душе она не имеет никакого отношения, что вы путали до сего времени. И вот единый, он является великим отцом великих женских начал, кое есть планеты, луны, звезды, все, что вы можете созерцать на небосклоне ночи. Но в едином нет понятий добра и зла. Вселенная не знает таких понятий, ибо в нем заключено два начала созидания и разрушения, и все, что мешает развиваться большему, оно уничтожается без всякого сожаления. На то воля Вселенной. А вот отец ваш, истина его великая, это совсем другая истина. В отце вашем светлом заключено все благо, какое творилось и творится на земле. Все благо. В нем одно начало, созидание, разрушение в нем нет. Посему истинно говорим, говорить отныне Бог наказал. Это великое невежество и слепость. Любовь не умеет наказ заказывать. Но ежели вы у них не слышите глаза отца своего и выходите из бытия, уготованного вам отцом, вы невольно бросите зерно холода и поколеблете закон сурового материального бытия, где сами себя и накажете. Ибо бросив зерно холода, вы взрастите холодные плоды, и вы пожнете их, и это страдание ваше, но не есть наказание Бога. Садите холод, так умеете его и пожинать. Но в отце вашем заключено только одно истинное созидание. И рождение лучезарной сущности отца вашего простекло однажды при слиянии великого духа жизни, идущего от единого и только от сердца земли матушки, когда однажды слившись воедино позволили времени озариться удивительным рождением сына единородного подобия, которому не было и не будет никогда. Это и была великая истина рождения Бога живого, посему и сказано было вам поклоняйтесь Богу живому. Истинно вам говорю, отец ваш здесь, у земли, и он ведет вас, бережно ведет вас, уготавливаем вам великие вершины, которые должны пройти каждому из вас. Но услышите ли вы глаз его? И достигну в зрелости своей. Однажды он стал зарождать детей, своих вкладывая уникальную духовную ткань и особое предначертание вплоть человеческую, что однажды изменило развитие человека на земле и повело по уникальному пути развития, по которому еще никто не проходил. Никто. Вы впервые шагнули по этому пути. Отец даровал вам возможность явить предликом материального бытия уникальные духовные сокровища, которых там нет. Хотя вселенная она полна огромными познаниями разума, техники, опережающей развитие ваше на тысячи лет. Но там нет даже крупинки. Тех крупинок, которые, к сожалению, пока еще сокрыты во недрах души вашей. И вот вам должно явить их. И вступив на этот путь, вы невольно дали великую путаницу. Вступив на закон веры, который зиждет в основе свободы выбора. Но если есть выбор, значит есть ошибка. И дикие ошибки стали твориться. Великое горе невольно полилось по земле, но это был первый шаг, дикий шаг. Но сумеете ли вы теперь из него выйти? И помогая человеку, ведая о том, как чадо его падает так часто, Отец Небесный, он выводил вас, не спосылая вам Духа Святого, который проявлялся подобно плоти человеческой, дабы осветить пред вами те горизонты, кое Отец уготовил детям своим. Так было, так есть и так будет вечно. И эти истины должны ныне познать роду человеческом. Первые истины, кои неспосланы были роду человеческому, это были истины о таинствах Святого Духа и Духа жизни, где понятие Святого Духа давало начало на Востоке буддизму, индуизму, далее Таинство Духа жизни давало начало даосам, ну а далее, спустя несколько столетий, когда разум человеческий возымел достаточную нужду в принятии следующих великих таинств, была неспослана тайна Бога Сына, давшая начало христианству, и тайна Едидова давала росток учению ислама. Каждый из этих верований проповедовал свои тайны на уровне восприятия разума современности, что, конечно же, насытило их множеством ложных недостатков, но то это были ложные недостатки, на кои успешно опирались атеисты, но это ложные недостатки, они возникли на основе стремления человека постигать тайну, не взирай на глаз отца, когда сказано было дажды, не ешьте с дерева сего, погибнете, но плод был съеден, и человек очень больно упал, скорбь набросила холодный покров свой, который исполнен сейчас до сего времени, великая скорбь на этой великой основе, но самое главное, что предстоит постичь вам, для бы разобраться в своей путанице, которая пошла по земле в разных духовных направлениях, это то, что все веры на земле, кои были не спосланы, кроме одной, они не спослались от единого Творца Вселенной и давались только на сознательную основу человека, ибо вы так далеки были от души и любви, что вести вас можно было к Богу только через страх, и все это давалось на сознание, посему древним чадом, юным чадом, изначально открывалась истина могущества Творца Вселенной, но это не было истина славы вашего Отца, это давалось вам позже. И когда была уготована эта великая основа, прекрасная основа, Отец Небесный не спослал свою истину и не спослал ее на духовную основу человека, но не на сознание. И так зарождалось великое спасение роду человеческому всем народам на земле, независимо от веры, несом вашим сердцем. Но царство силы, набирая свой цвет, оно не позволяло полному расцвету души человеческой, ибо суть человеков находилась в крайне диком состоянии. Ведь любовь нельзя развивать, единовременно убивая друг друга. любовь вообще невозможно развивать, пока вы хоть немножко способны думать о ком-то плохо. Это невозможно. Но веру нужно было заложить. Посему по воле отца вера должна была развиваться двумя возгораниями. И две тысячи лет назад она закладывалась. Необходимо было только лишь осветить суть великого пути любви, уготованного для всех вас. Но необходимо было утаить ключик, которым вы отворите врата и начнете свое восхождение. Это должно было произойти чуть позже. А до сего времени истина должна была обойтись землю и уготовить сознание ваше к восприятию великой истины отца. На то была воля его. И время пошло. А вот ныне человечество подходит к новой ступени своего развития. Необходимое количество благодатной почвы уже готово принять зерна истины, дабы взрастивых позволить каждому из них дать множество плодов, чтобы подготовить человечество к переходу через рубеж расцвета и вступлению его в новый уровень. Уровень царства души. Это есть тот уровень, который был обещан вам много ранее. Это же есть царство небесное, которое было сказано, что царство небесное, оно в душе, внутри вас. Это есть ваша душа, так вот это царство души. Это удивительный мир, в который должны шагнуть вы. Это мир вечности, уготованный для каждого из вас. Но кто шагнет сейчас туда? Помните, врата сего царства, но не открыты пред вами, но они узки, так кто же пройдет сквозь них? Будьте зрячий сердцем своим, но не тем зрением, которым вы привыкли видеть нечистоты, ибо помните, одна ступень отделяет, и врата узки. Да не будут косяки этих врат, преграды для голов ваших. Будьте внимательны к зову сердца своего, шагните туда, последняя ступень. Хотя ноги человеческие так глубоко погрузились в почву земную, под бременем материальных ценностей. Так вот, поднимите эти стопы и шагните, мир ждет вас. И Отец в помощь каждому из вас заключает последний союз с родом человеческим, последний завет, который ныне явлен вам, дабы свершить воссоединение духовных путей на земле в единый путь, ибо путь вашего расцвета только один путь. И никто не приходит к Отцу, кроме как через путь, данный только лишь Отцом Небесным. Он давался вам, и ныне всем вам предстоит на него вступить. Это и есть тот третий уровень ковчега спасения. Это и есть то таинство надежды веры и любви, где надежда был ветхий завет, вера новый завет, а любовь последний завет. Это и есть та притча, которую вы так и не постигли, и которая гласила, что Царство Небесное подоблю закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Она и говорила, что пока не взыграют три завета, Царство Небесного наступить не может. Так вот и познайте, ибо свершилось время предначертанное вам, обещанного много ранее. Но ныне приходит время, когда узрите вы славу Божию. Вы узрите ее, но с каким лицем вы предстанете пред Творцом своим. Будьте зрячие, и ныне много откроются вам тайн разных, ибо не должна доля человеком оставаться в неведении этих основных тайн, так как растущее безверие и стремление по-своему осознать существующие тайны ведет к великому росту холода, скрытого покрывалом благ. Последний завет явлен народом в критический момент развития. Он явлен, дабы свершить великое священное единение духовных путей на земле. Он явлен, дабы отверзнуть закрывшиеся души, напоить страждущих и собрать единое святое ло на разбредшихся чад Божьих. После чего только юное человечество сможет ступить на путь зрелости, но только лишь тогда. Вспомните, предание строительства Вавилонской башни. Воистину, скажу вам опять же, неверно постиг рот человеческий тайну этого. И тайна эта показывала вам, что разноязыкий народ не способен создать ничего значительного, ибо разноязычие в сердце вашем всегда влечет разобщенность. Так внемлите глазу, который не спосылается в уши ваши. И да не было потом сказано, я не слышал, внемлите. И да не сбудется еще раз пророчество Исаии, кое однажды гласило и гласит до ныне. Слухом услышат и не разумеют, и глазами смотреть будут и не увидят, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. так будьте мудры, послушайте сердце свое, ибо истинно говорю, человечество пошло по прямой к пропасти, но сейчас люди подошли к тому месту, где от всего рокового пути отходит одна единственная дорога, ведущая к истинному совершенству, она одна, как плетеный висячий мостик, который впереди провисает над пропастью, но кто же шагнет туда, кто шагнет по этому великому пути, увлекая детей малых за собою, которые прижимаются к телам родителей своих, и верят, что родитель знает, куда идти, но воистину родитель не знает даже, где у нее правая рука, где левая, так внемлите глаз усему, ибо слово, кое вы слышите, есть судное слово, которое было предначертано много ранее, где говорилось, что дам вам слово, кое будет судить вас последний день, так внемлитесь ему, ежели люди по инерции пройдут это мало вленья, то в недалеком будущем линия вашего жития оборвется, и что вы тогда скажете о судьбе своих детушек малых, кое по воле холода своих якобы более разумных взрослых не обретут будущего, так будьте же мудры, ибо духовное развитие, оно на всей земле сейчас приближается к нулю, к критическому уровню, на всей земле, кто бы что ни говорил, о своей экономике, политике, к культуре, истинно говорим, духовное развитие идет к нулю, а это и есть суть самого человека, так где же этот человек, где он, внемлитесь ему слову, царство силы, в коем вы находитесь, оно заканчивает свое существование, и входит в предсмертную агонию, во времена которой суть людей будет ускоренно возвращаться к дикому состоянию, в короткое время, это особый закон, и вы его не минуете, земле России, Богом уготовано великое свершение, и именно на этой земле агония силы обретет явно выраженные черты, дикость и ничтожество, это та западня, куда хлынут великое множество людей, и особенно молодых людей, для этого вам были созданы все благоприятные условия, и ежели вы не слепы, вы могли уже узреть это падение, ведь человек отличается от животного только лишь духовным миром, и если человек не развивается духовно, то он подобен животному, но благодаря дарованным ему умственным способностям может сотворить несоизмеримо большие беды, кое открыто можно узреть, оглянувшись вокруг, и души людей присытились холодом, и наибольшей угрозой полного падения является то, что холод проник в детдома, дома престарелых, в больницы, в школы, и даже во храмы, и холод промерзших душ увеличился настолько, что разум человеческий приходит в помутнение, отчего земля, матушка, терпит ныне невероятное страдание, ведь она живая, она живая и чувствует каждого из вас, она чувствует ваши мысли, она чувствует как стопами вы попираете ее прекрасную плоть, ведь она живая, тогда колледж будет ослепшим разум человеческий, ибо человек, имеющий холод душевный, не способен дать своему чаду ничего, кроме такого же холода, разумно ли обществу сетовать на растущую злобу ложь, если каждый из вас сам создает благоприятные условия для взрастания этих сорняков, человек, имеющий скудость душевную, есть больное существо, и независимо от того, имеешь человечестве, скуда души останешься лишь существом, но недостойным сыном землематушки своей, так будьте же внимательны к глазу сердца своего, оглянитесь вокруг, дом, который дал вам жизнь, дом, который стал колыбелью вашей, стал осквернен деяниями рук человеческих, стремление к обогащению плоти рождает холод душевный, холод, уничтожающий слабые ростки зелени, по временам проявляющийся вас. Прислушайтесь душе своей, неужели вы не ощущаете подступающего холода, или же зелень в душе исчезла, уступив место лютому холоду? Садовники человечества, коими являются многие носители слова, есть таковые, неустанно продолжают сеять зерна в жизни ваши души, но, видимо, благодатная почва становится все меньше, или же нерадивые руки кидают зерно в почву, ибо матерь человеческая все больше стонет под бременем сынов своих. Так пробудитесь, где ваша душа, под каким слоем на нос покоится она ныне? Пробудитесь ныне, ведь земля является единой матери вашей. Глупыми смешными смешными выглядят сыновья одной матери, кое разделились на одной площади, только потому, что одни рождены от нее в одном месте, а другие в другом. Стремление одного народа быть выше другого есть признак больного разума. Помните слово отца, что всякий возвышающий себя среди остальных унижен будет. Так постигайте эту великую истину, вы дети одного родителя и не смейте возвышать себя выше друг друга, постигайте великую истину. Но великая скорбь начали отца небесного, взирающего ныне на безумство детей своих. И особенно среди верующих, сколько ныне слов написано о вере, а сколько мудрства не в последние времена возникает о день, и никто почему-то так упорно не хочет понять, что те горы, горы удивительных писаний, живых писаний, кои были оставлены по воле отца во благо ваше, они ведут всего лишь к двум строчкам. Возлюби Бога и возлюби ближнего своего. Ибо умеющий любить никогда не сделает противное Богу, никогда это невозможно. Но из эпохи в эпоху вы передаете из уст в уста заповедь, которую вообще никто из вас не исполнил, так о какой же вере вы можете вести речь? Язота заповедь гласит, любите врагов своих, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и помолитесь за тех, кто гонит и обижает вас. А где-то любовь, которую заповедано было Богом свершить, ее на земле нет. Посему воистину скажу вам, веры на земле нет, только голая, грязная лицемерие все больше захлестывает пространство, говорение о высшем, о Боге, о любви, но любви на земле нет. Итак, лицемерное человечество долгое время длилось, двигалось упорно к своей пропасти, невзирая на те знамения и чудеса, которые матушка Мариам показывала вам и в Европе, и в Африке, и в России, слезно обращаясь, «Дети, куда вы идете? Обернитесь, ведь впереди же пропасть, и живые начнут завидовать мертвым». Но почему же человек, как сломанная машина, все более набирая ход, движется к пропасти, но почему вы такие слепые? И теперь приходит время подвести черту в вашем развитии. И отныне каждому будет должно осознать, что считать себя верующим и быть верующим это далеко не одно и то же. И помните отныне закон, что каждый верующий, кто наряду с верой сотворит хоть что-то неблагообразное, становится величайшим носителем зла и лицемером. Уж лучше бы он не говорил о вере своей великой. Так будьте же достойны того пути, на который ступило сердце ваше. Постигайте великую суть веры, внемлите глазу, который Отец не спасывает последний раз каждому из вас, этот глаз зовет вас, дети, чтоб отныне вы стали неспособными нести холод никогда, ни при каких условиях, ни под чьим знаменем вы не имеете права даже подумать о ком-то плохо. так пусть это звезда бесконечно сияет пред лицем вашим. Ступите за ней. Это и есть последняя ступень, которую предстоит вам одолеть. Ступите за ней. И это ваша жизнь. Внимлитесь и постигнете суть веры своей. Ибо вера это не есть стремление уйти куда-то, обресть какие-то названия, которые вы сейчас плодите как грибы в благодатную погоду. Это не есть желание выучить некие упражнения, развивающие духовность. вера это и есть ваша жизнь. Для этого и дана была вам плоть. А суть веры это умение исполнить любовь. Тихо, незаметно, отдавая безмерно тепло души своей окружающим, не потребов взамен ничего. Ибо ежели вы творите добро и ожидая вознаграждения высшего, то воистину скажу выбросите свое добро на помойную яму. Это не есть добро, это залог ваш. Добро творится незаметно, смиренно, бесконечно источая тепло души своей, не потребов взамен ничего. И в первую очередь сумейте согреть того, кто несет вам холод, кто несет к вам боль и горе. Это ваш брат, он несчастный, не он творит зло, это делает через него. Так согрейте его, спасите его, тьмой не разгоняет тьму, и холодом не разгоняет холод. Тьму нужно осветить, а холод согреть. Так вот и явите тепло души своей, исторгните искру души своей, и осветить эту тьму ее не будет. и поклонитесь Богу живому одному и имя его, любовь истина и свет, и не больше не должно будет добавлять что-то еще, ибо все это лукаво, что делит безмерно вас между собой и делает не способных идти вместе, взявшись за руки. Отец у вас один, в коем любовь истина и свет, он живой, он здесь у земле, истинно вам говорю, исполните его предначертание любви. Ну а храмы ваши, кои создаете в разнообразии своем, ритуалы, кои в обилие рождаются на земле, это есть проявление человеческое, это культура ваша, это стремление восславить отца, это стремление хоть как-то приблизиться к нему в порыве своем прекрасном. Культура это умение творить красивое, это дар вам от отца, и умение творить индивидуально, неповторимо, посему и будет проявление никогда не иметь повторения. Оно было и будет разным, но это не есть основа деления. Храмы для вас все родные, вы можете исполнить любой ритуал, они все для вас родные, но истина она одна, умение исполнить любовь, вот суть веры. А ежели хочешь идти в тот храм можешь сходить, хочешь идти в другой сходи, все для вас родное, но это не основа деления, они все посвящены Отцу. Так будьте же творцами, исполняйте любовь, которую заповедано вам исполнить прежде всего. И помните, Отец не спасал свое учение, как и обещал вам, все вам дано, но сумеете пройти мимо, и умеющий слушать глаз сердца своего, никогда не пройдет мимо. Так будьте же творцами любви, красоты и света. мир вам и счастье. Аминь. Аминь. Аминь.